Я такого вообще ни разу не видел, честно. Друзья, всем привет. Мы находимся в баре «Дорогая я перезвоню», который любезно нам предоставил площадку для проведения нашего первого турнира в Ратри по киберспорту, конкретно по ФИФЕ. Абсолютно точно красная карта. Пол последней надежды. Классика футбола в последующем удалении. И, конечно, хотелось бы отметить наших спонсоров. Это магазины «Рус Ультра» и «Цифра Трешоп», он же «Спартак Стор». Магазины, которые предоставили нам подарки для победителей и призеров турнира. Какие передачи всегда стоят опасность для соперников. Блядь. Да, да, да. Для первого раза организация, в принципе, неплохая. Конечно, пару плывек не хватало и джесси, но это все дело поправимое. Думаю, в будущем будет довольно-таки интересно, причем больше народа. Кому нужно выиграть? Вы! Пока. Если он выходит, он подозрится. Парни, у нас турнир по ФИФА продолжается. И пару слов от одного из организаторов и моих друзей, Антона. Парни, здорово. Закончился у нас групповой этап. Никто не набрал 9 очков. Все очень было форно, интересно. Сейчас будет самое привлекательное и интересное с отоплэй офф. Самое привлекательное и интересное на камере сейчас будет. Отличный отбор. Думаешь, ты кого-то оставь. Бам, штрафов. Продолжаются матчи через финала. Степ, как тяжело играется, да? С переменным успехом. Ну ты что думаешь? Я ничего не думаю, я вообще деграданты. Мысли моей головы не проходят. Ты случайно здесь оказался, да? Ну да, абсолютно. Отшел и решил зайти, а тут ФИФА. Какими-то парни. Нормально, я с нами. Комментатор Матч ТВ Филипп Кудрявцев. Ну я не думаю, что там отдельно именно Ушакова станут. Ну вот просто я слышал мнение о том, что именно ФЦА в центре не хватало никакого связующего игрока, который мог бы весь центр высковать. То есть больше ФЦА. У нас нет, что игроков, которые могут из центра что-то создать. У нас вышел Жанно, который красивый момент создал. Но бывает, что не получилось. Промис, вчерашний гол, его игра. Вернулся в состав. Полноценно набирает форму, но все-таки еще не набрал. Ну, Промис нападающий такому человеку. Нужен гол, чтобы себя почувствовать уверенно. Как тебе турнир? Как твои выступления сегодня? Расскажи пару слов. Что? Играй, играй, играй. Сюда смотреть? Да. У меня одна победа, одна ничья. Шансы хорошие. Слушай, ну, как минимум зрительских симпатий я уже забрал. Ну, это угловидимо. Ну, ты думаешь, поднимешься или главный сертификат? Да, сертификат на тысячу я выиграл уже. То есть третье место? Нет. У зрительских симпатий. Я не то, что уверен, но я изначально иду за победу. Где бы ты ни был, там победа. Игра забывается, результат остается. Победа. Победа Степана. Нет, вполне. Продолжаем матч плей-офф. К нам на матч плей-офф заглянул Серега Кефир, известный вам. Давай, думаю, всем фиферам. Как правильно? Да, фиферам. Фифер, фифер, фифер. Фиферам. Серега приехал на матч плей-офф посмотреть, как проводится турнир, поддержать нас, можно сказать, в наших начинаниях. Мы все равно не можем не затронуть, Серега, выступление в эфир, все знают, все смотрели. Я думаю, большинство фиферов наших, и не только следили. Не, я знал свои силы еще изначально на турнире, я уже рассказывал везде, рассказывал, что у меня подготовки, на подготовку времени почти не было. Просто кто не разбирается в фифа, есть разные режимы фифа. То есть вот как вы сейчас сыграете, это обычный режим, где товарищи матчи команды с настоящими рейтингами, есть режим Ultimate Team, где собираешь там свою команду, там покупаешь всяких игроков за реальные деньги. И есть режим 85, который мне, ну, в новиночку, так можно сказать. Я уже плодотворно работаю над ошибками, готовлюсь к турниру в Казани, который будет через две недели. Организатор ФПЛ, российский футболь, например, лига наша всеми любимая, и победитель турнира, который будет проводиться в Казани через две недели, отправляется на отборочный этап на чемпионат Европы. Поэтому, ребят, следите за новостями, следите за турниром и поддержите Спартак Москва и Серегу Кефира. Друзья, у нас закончится первый полуфинал. Первый финалист нашего турнира, Денис, пару слов. Как тебе турнир? Что ждешь от финала? Ну, для первого раза вполне приличный уровень, в принципе. Можно было побольше в зону сделать, конечно. От финала только победу. За какую команду играешь? Зрял. Все матчи зрялся? Нет, за Манчеста тоже играл. Хоть одну игру бы играл в группе? Нет. Понял. Ну, успех в финале. Посмотрим, кто там твой соперник будет. Как раз вот за нашей спиной выясняю, кто будет вторым финалистом. Закончился второй полуфинал. Ярослав у нас в финале. Все на высшем уровне и все соперники одинаковые уровни. То есть, очень было трудно на самом деле играть. Сколько побед у тебя сегодня? Даже не помню. Ну, не проиграл никому? Нет. А за какую команду играл? За Манчестер. Красавец. Ждем в финале. Удачи. Спасибо. У нас тут в программе финальная игра, где встречаются два футболельщика Спартака, два тибер-футболиста. Играют Манчестер и Реал Мадрид. Все сосредоточенные лица. Ну, этот в испокухе сидит, по нему видно. А этот напрягся чуть-чуть, конечно. Ну, понятно, конечно. Пока по нулям. 35-ая минута. 0-0. Игра была равна, как говорится. Переходим к парням. Матч за третье место. 2-0. Реал Мадрид. Все хорошо? Извратительно. Да. Вы ведете 2-го. Это ничего не значит. У вас поближе мне от настроения, да? Абсолютно. 3-0. Ну, по-моему, понятно, кто занял третье место, Степан. Третье место – это провал по ружине. Я вас даже поздравлять не буду. Тайм. Погулям. Ты опять спокоен, да? Что хочешь? 5 тысяч рублей сертификат или 3? Я отвлекаю парнюю. Любой сертификат. Машу уже подделили. Четвертую уже подделили. А, уже все, да? Такой турнир бывает у нас. Я в этом и участвовал даже. Я хочу все репинать. Нужно шоу в конце турнира. Хотя, вот смотри. Опа! Манчестер забил. Как ты и говорил, ну сам себе. 1-0. Я лучше вперед. 92-ая минута. Манчестер, да, красава. На 90-е. На 90-е. На 90-е минуте. Какой? Ты че, он как сидел, так и сидит. Братан, Спартак чемпион. Он знаешь типа. Ну ладно. Спартак чемпионат выиграл, он как сидел, так и сидит. Нормально. Вот это прикол, да? Спартак. У нас взял. Волново. Это будет надевооруженным. Владом. Криш. Давай, давай. Давай, пол. С 100 миллионов. С 100 миллионов. Есть! С 100 миллионов. Красавчик. Красавчик. Хороший, хороший. Все спокойно. Красавчик. С 100 миллионов. О, я не пробовал. Я хочу чтобы били вратарьи. Хочу чтобы били вратари. Это Арборганг. А когда вы? Это последний полевой круг. Итак. Это последний полевой круг. О! Начинал! Я тебя буду справа. Да! Все! Хорошо. Молодцы, Павлода. Умеют буквально. Все. Реал Мадрид чемпион первого турнира фанатов Спартака по ФИФА. И сейчас у нас будет небольшая церемония награждения. Турнир закончился, прошел интересно. Финал, я думаю, вы все видели. Спасибо, Павел. Я удаляюсь из кадра. Друзья, этот турнир не состоялся бы без наших друзей и наших партнеров, магазинов Русультра, Сифратри. Они подготовили для вас подарки. За третье место у нас Степан Зайнов. С вам поздравляем. Здравствуйте, Степан. У меня сертификат подарочный от Фратри на тысячу рублей. Там есть крутейшая футболка. Я думаю, что... Магниты, брюки. Магниты, да. 3000 рублей это сертификат Русультра с наших друзей. Набор наклеечек и сумочка. За третье место я даю право выбрать сумку самому. Ну что, самое опасное. Ну, пожалуй. И набор наклеечек. На самом деле, честно говоря, мой фаворит турнира. Ярославу аплодисменты тоже от нас всех. Ярослава. У нас 1000 рублей от магазина Фратри. То же самое у нас 3000 рублей от магазина Русультра. Все раз гуляются. Приоденешься на осень-весна, лето-зима. Выбирай сумку. Пакет, парни, чтобы удобно было. Тоже Русультра с подготовкой пакетики. Победитель турнира. И наклеечка. Я вижу, что ты человек, который любит наклеечки. Денис. Денис, 5 тысяч рублей. Красава. 10 тысяч рублей. 10 тысяч. Денис приоденется. Спасибо магазину Фратри и магазину Русультрас. Денис, поздравляю. Красавчик. Это тебе. Сумка какая осталась. Выбирай сумку. Какую выберет сумку теряется? Пакет, все в пакет. Сумку тоже в пакет. Хочется отметить, что Денис выиграет второй раз уже. На открытии был турнир по их волосу. И он делает золотой дубль. Все красавчики. А похлопаем друг друга. И Сереге нашли. И Сереге оператора. Смотрите дневник фанатов. Ставьте лайки. И подписывайтесь на наш канал. Все нормально. Серега волновался. Все, давай другим. Субтитры сделал DimaTorzok